Мы зажигаем звезды. Так назвали мероприятия. В многонациональном Сочи этот праздник ежегодный. Ребята хорошо потрудились и за свое усердие и целеустремленность заслужили особого внимания, считают в Союзе Армян России. Это мы делаем для того, чтобы сегодня молодые люди видели, что как востребовано образование, чтобы молодые люди стремились к знаниям, чтобы через знания можно достичь цивилизованного уровня жизни человека. И, возможно, мы в будущем будем приглашать всех, кто заканчивает школу золотой медалью с отличием, будем устроить всегородской общий праздник. Аттестаты наивысшего качества получили 28 девушек и 13 юношей. На торжественном чествовании их назвали не иначе, как «цветом нации», достоянием и гордостью армянского народа, достойными гражданами своего родного города Сочи. Горды и сами виновники торжества. И в первую очередь тем, что оправдали надежды старшего поколения. Я здесь особо не выделяюсь, как все медалисты армянского происхождения. Я нахожусь здесь сейчас. Для меня гордость. Если получится по баллам пройти в МГУ, пока прохожу. Медаль помогает, да. Несколько баллов прибавляет. Было несложно. Если поставить перед собой цель, то можно всего достичь. Поступать буду в Ереване, в Славянский университет, в факультет международного отношения. В нашей сочинской школе полученная медаль, конечно, будет играть большую роль при моем поступлении. Поощрение и такое внимание к успехам в учебе мотивируют школьников, уверены руководители национальной общины. Доказательство тому – цифры. С каждым годом золотых медалистов на этой сцене становится только больше. Особая благодарность в этот день и педагогам, которые помогали ребятам преодолевать трудности, и родителям за то, что в том числе трепетно хранят в своих семьях национальные традиции и культуру. Многие сегодняшние выпускники уезжают учиться в другие города, но обещают прославить Сочи и обязательно вернуться. Ведь работа по укреплению межнационального согласия, которую ведет Союз армян России в Сочи – это теперь и их задача.